Вот кое-что, о чем стоит поразмыслить. Иисус сказал, что если мы не прощаем других, Отец не простит нас. Итак, прощает ли Бог непрощение или нет? Другими словами, если я спасен, если я искуплен, если я очищен кровью Иисуса, если я ребенок Божий, которому предназначены небеса, и я не прощаю кого-то, значит ли это, что я попаду в ад? Значит ли это, что это теперь непростительный грех? Что каждый день, если я не прощаю других, Мое спасение под угрозой? Давайте для начала посмотрим, что сказал Иисус, потому что Он достаточно ясно говорил об этом. Итак, Иисус сказал в 4 главе Евангелия от Марка, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный просил вам согрешения ваши». Но о чем это Он говорит? Он говорит, что ежедневно, когда вы приходите при лицо Господне и просите Его просить вам ваши грехи, это не значит, что мы должны исповедовать каждый грех ежедневно, иначе мы не спасены. Это не значит, что если мы забыли исповедовать грех, Бог использует Его против нас, но ежедневно мы приходим пред Его лицо для очищения. Учителя гиперблагодати делают ужасную, ужасную ошибку, говоря, что эти слова Иисуса, такие как Нагорная проповедь или учение в Марка 11, не относятся к верующим сегодня, что они были предназначены только для евреев в те дни. Это ужасная, серьезная ошибка, противоречащая всему Новому Завету. Но факт в том, что Иисус действительно говорит в молитве «Очи нас», смотрите также 11 главу от Луки, что мы ежедневно молимся о прощении и очищении. Что это значит? В плане отношений, не для спасения, но в смысле отношений, в моем постоянном хождении с Богом, когда я хожу в этом мире, мои ноги загрязняются, потому ежедневно я мою ноги, я очищаю ноги, как спасенный человек. Итак, как прощенный человек, я продолжаю получать прощение на уровне взаимоотношений. Вот о чем здесь речь. Иначе это испортит наши отношения, наше общение с Богом. Если мы ходим в непрощении, то мы не можем иметь полноценные отношения с Богом и ходить в полноте прощения, даже будучи спасенными людьми.